Всем привет, с вами Балдин. Добро пожаловать на канал и на этой неделе вышла iOS 16.2. Система получилась достаточно масштабной, там много классных новых функций, в том числе есть настройки, которые стоит поменять. В этом видео я расскажу о 16 настройках iOS 16.2, которые стоит проверить и изменить. Буду рад, если вы поддержите видео пальцы вверх, также подписывайтесь на канал, потому что огромное количество людей смотрят видео без подписки, я не понимаю почему. И также обои из видео в телеграме, ссылка на которые в описании. В 16.2 появилась новая опция под названием расширенная защита данных. Этот переключатель находится в настройке, в вашей Apple ID сверху, там есть кнопка iCloud. И тут внизу будет этот новый переключатель. Эта опция позволяет зашифровать резервные копии, которые вы делаете в облако. То есть без вашего участия или вашего ведома, эту копию будет очень сложно расшифровать, я думаю, что даже невозможно. Итак, ваш контент и ваши данные еще в большей безопасности. Но тут один нюанс. Если сделать свайп наверх, то в нашем регионе или стране это не работает, поэтому нам остается только ждать. Но если вы в США или в Европе, то просто если у вас есть этот переключатель, обязательно его включите, чтобы зашифровать ваши копии. Следующая настройка понравится людям, у которых 14 Pro и 14 Pro Max. На них есть Always On Display и он цветной. То есть мы думали, что будет просто черный, но Apple сделала, что видно обои, ну там ваши часы, виджеты и прочую информацию. Так вот, 16-2, если зайти в настройки, на экраны яркость, здесь прям новое меню, экран всегда включен. То есть это Always On Display. Соответственно, здесь вы можете включить показ ваших обоев, чтобы они были видны. Если это выключить, то они теперь просто будут черные. То есть то, как мы думали, будет выглядеть Always On Display, вот теперь это реализовали. Если вы не хотите видеть обоину, то просто включайте темный экран. Такая же история для уведомлений. Если вы не хотите, чтобы на Always On Display отображались уведомления и были видны, от каких они приложений, можете этот переключатель выключить и таким образом уведомления на заблокированном экране в Always On Display появляться просто не будут. Если через приложение Apple TV вы смотрите какой-то контент или какие-то игры, то там тоже есть эфир живой активности. Специальный виджет, который заблокирован у экрана, покажет всю информацию. Так вот, есть возможность сделать так, чтобы этот виджет для Apple TV обновлялся чаще, чтобы вы получали последний контент быстрее. Так вот, если мы зайдем в настройки Apple TV, здесь есть эфир активности внизу. Нажимаем сюда, и тут у нас есть переключатель «Более частое обновление». Включить этот переключатель обязательно, чтобы Apple TV обновлял информацию быстрее, и через эфир активности вы эту информацию получали своевременно. Следующая новая настройка касается серии. Если мы зайдем в настройки Siri и поиск, здесь чуть ниже есть ответы Siri. И прямо сверху новый переключатель «Предпочтение беззвучных ответов». То есть, когда есть возможность, вы, например, смотрите на экран, Siri вам даст ответ просто на экран, без голоса. Ну а в научниках или в машине, понятно, будет отвечать вам с голосом. Соответственно, это в какой-то степени даже и зарядку будет экономить, потому что Siri меньше будет использовать, например, те же динамики и свой голос. Еще одна крутая настройка касается вот этого жеста. То есть, с заблокированного экрана я просто делаю свайп и разблокирую устройство. Нет касаний, я избавляюсь от лишнего действия. Это стоит включить в настройках, если оно у вас выключено. Заходим в настройки, универсальный доступ, здесь есть касание, и чуть ниже кнопка «Выход из сна касанием или тапом». То есть, включить этот переключатель, и так действительно намного быстрее вы будете разблокировать ваше устройство. Еще по поводу Siri. Как вы знаете, на экране блокировки она доступна, и прямо с заблокированного устройства Siri может выполнить какие-то действия. Для некоторых она попросит разблокировать, но все-таки некоторые работают даже на заблокированном экране. Так вот, чтобы такого не было, и Siri на экране блокировки не работало, чтобы ничего нельзя было сделать с вашим устройством, просто в настройках Siri есть сверху пункт «Сири заблокированного экрана». Обязательно его выключите, чтобы Siri не имела доступ к вашему устройству, когда оно заблокировано. Еще в одной из версий iOS появился встроенный контент в настройках App Store. Это вот этот переключатель. Многие люди его увидели, ну и типа включенный, ладно, пускай будет. На самом-то деле его стоит выключить, потому что когда вы скачиваете какое-то приложение или игру из App Store, оно сразу докачивает и весь встроенный контент, который есть в тех или иных играх и приложениях. Так вы расходуете вашу батарейку, свободное место на устройстве и ваш мобильный трафик, если скачиваете через LTE. Так что действительно этот переключатель лучше держать выключенным, чтобы контент докачивался только когда вы заходите в ту или иную игру или программу. Например, вы скачали игру просто посмотреть, что она себя представляет и думаете ее удалить, то зачем вам сразу скачивать весь встроенный контент. Так что советую действительно выключить и забыть про эту опцию. Следующие настройки нужно проверить, чтобы сохранить место в вашем облаке iCloud. Особенно если вы не покупали расширенный iCloud на 50 гигов, у вас только 5, то эта опция позволит сэкономить вам место. Если вы зайдете в настройки ваша учетка Apple ID, здесь чуть ниже есть iCloud. Мы сюда перейдем и тут есть большой блок с приложениями. Просто нажмите на кнопку «Еще» и вы посмотрите все программы, которые имеют доступ к вашему облаку. Просто один раз проверьте этот список и выключите ненужные для вас приложения. Так они перестанут обращаться к вашему облаку и хранить там какой-то контент. Но вы сможете в теории освободить достаточно много места, если много приложений отсюда выключите. Пока мы находимся в iCloud, здесь чуть ниже есть еще опция «Разрешить поиск меня». Здесь будут видны программы, которые имеют доступ к вашей учетке iCloud. И другие пользователи внутри приложения смогут вас находить и видеть ваши имена. Поэтому сюда стоит зайти и выключить приложение, которым вы, мягко говоря, не доверяете. У меня здесь одна программа. Честно говоря, я даже не помню, что это за приложение. Наверное, когда-то ставил, потом удалил. Но, тем не менее, оно прописалось почему-то в iCloud. Поэтому я его сразу выключу. Также проверьте и вы, и выключите ненужные приложения. В iOS 16 Apple в какой-то степени изменила обновление. Я думаю, стоит напомнить об этой функции, которая позволит не обновлять систему полностью на новую версию, как, например, вот 16.2 недавно вышла, оставить такие патчи для безопасности. Apple уже провела тестирование этих фич. Когда выходили беты, периодически выходили и вот эти обновления для безопасности. То есть, если вы зайдете в настройки основные, здесь имеется обновление ПО и автообновление сверху. Тут есть новый переключатель. Ответы на угрозы и безопасность. То есть, если что-то в системе идет не так, Apple выпускает какой-то апдейт для безопасности, который фиксит какие-то баги и ошибки именно в плане стабильности и безопасности вашего устройства, то это просто поставится как некая заплатка. То есть, вы не обновите систему полностью, а просто поставите как бы последний пакет безопасности. Так что, тут решать вам, включать это или нет. В iOS 16.2 Apple проделала большую работу над оптимизацией новой фишки iOS 16. Это вызов после ДТП. Если вы зайдете в настройки SOS, то на новых iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, по-моему, вообще всей серии 14 iPhone, появился новый переключатель вызов после серьезного ДТП. То есть, на фоне своих датчиков, если вы попадаете в аварию, iPhone это понимает, если вы не коснетесь устройства, идет вызов службы спасения. Советую это включить и также добавить контакты на случай ЧП. То есть, это могут быть ваши родители, там, жена, муж, дети, неважно. Вот просто добавьте эти контакты, в случае чего они высветятся на вашем устройстве и с вами смогут связаться. Если вы говорите по телефону и случайно нажимаете на боковую кнопку, у вас вызов скидывается. Скажите, вот сколько раз такое было, когда вы случайно скидывали вызов, просто нажав на боковую кнопку. Так вот, в 16 системе можно это выключить, чтобы вызов не завершался, когда вы говорите по телефону и нажимаете на клавишу блокировки. Можно это сделать в настройке, универсальный доступ, касание. И здесь чуть ниже есть запрет отмены вызова боковой кнопкой. То есть, просто включите этот переключатель и теперь во время звонка вы можете сколько угодно нажимать на боковую клавишу, вызов не скидется. Есть еще одна крутая настройка, которая касается пароля на заметки. Многие люди хотят запаролить заметки, но почему-то они могут это сделать, оно постоянно спрашивает, какой это пароль. Так вот, это пароль, который вы когда-то написали и потом благополучно забыли. Чтобы такого не было, зайдите в настройки, заметки. Здесь есть клавиша пароль. Просто поставьте, чтобы пароль заметок был такой же, как пароль вашего устройства. То есть, то, как вы блокируете устройство, также будете заметки блокировать. И до кучи включите Face ID или Touch ID, чтобы использовать датчик для разблокировки ваших заметок. То есть, теперь у вас будет единый пароль и на устройство, и на заметки. И заметки можно блокировать таким образом проще. Последняя настройка касается стандартной почты. Зайдем в настройки, почта. И здесь внизу есть отмена отложенной отправки. То есть, когда вы отправляете сообщение, в течение какого-то времени вы можете отменить эту отправку. На самом-то деле удобно. Если вы забыли что-то добавить в почту, или вы просто увидели ошибку в момент отправки, то можно отменить отправку. Вы просто задаете в течение какого количества секунд, и таким образом ее отменяете. Очень удобная вещь. Поставьте 20 секунд. Действительно хватает, чтобы отменить отправку ненужных сообщений. Много раз эта опция выручала. На этом все, ребята. Вот такие вот получились настройки. Их достаточно много. Но, тем не менее, они позволят использовать ваше устройство эффективнее, выключить все ненужное, и получать удовольствие от использования вашего iPhone. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, чтобы больше людей узнало об этих настройках. Также подписывайтесь на канал, это важно. Ну и спасибо за просмотр. Пока.